Раз, на два закрываем. В каждый танец мы вкладываем свою душу и... Ты видна. Не смейте. Пошел. Шап, шап, шап. Что я хотел? Да. Ну, хотел бы знаменитым. Где политики иногда не могут что-то сделать, вопросы какие-то решить, то танец это может. Объедините. Все, что имеет глубокие корни, это всегда на века. Всем привет. Это «Кавказ сегодня» и мы в Дагестане. В этой гостеприимной солнечной республике проживает около 40 национальностей. И где, как не в Дагестане, снимать фильм о кавказском танце, который объединяет, восхищает своей красотой и заставляет танцевать весь мир. Поехали! Раз на два закрываем. Два. А потом уже поза три. А вы сразу закрываете. Ваш любимый танец? У меня все любимые. Все. Потому что у нас многонациональная республика. Каждый танец – это колорит определенного национального народа. И поэтому что-то сказать, что определенное, что-то одно люблю, я не могу сказать. Потому что в каждый танец мы вкладываем свою душу. Это видно. Да. Очень даже. Насколько престижно попасть сюда и здесь работать? Государственный ансамбль, он все равно дает о себе знать. Потому что его знают все. И за границей, и по всей России. Мы являемся фольклорным ансамблем. И мы представляем колорит дагестанского народа. Мой любимый танец – это чеченский танец, грузинский танец, наши братья. Также аварский. Я сам аварец по национальности. Люблю аварские народные танцы. Также люблю и кумыкские танцы. То есть то, что меня зажигает. Почему на Кавказе такое значение имеет танцы? Вот Дагестан, республика Дагестан – это поющая и танцующая республика. Как и все остальные, живущие на Кавказе. Танец несет большую радость каждому человеку и окружающему. И объединяющий танец. Он объединяет. Где политики иногда не могут что-то сделать, вопросы какие-то решить, то танец это может объединить всех. Продолжение следует... А у вас какой рост? Два метра. Два метра? Ровно? Ну, плюс-минус один-два. С утра минус один, когда на репетиции уже минус плюс. Выпрямляетесь, да. Потом к вечеру обратно. После класса, да. Почему вы решили заняться танцем? Во сколько лет это все равно пришло? Потому что... Знаете, я узнал, что оказывается, мать мечтала здесь, чтобы был танцором. У меня до 18 лет этого не знал. Я как бы далек от этого. И, можно сказать, совершенно случайно оказался в танцах, участвовал студентам в еще другом городе. Попал на репетицию в гос. ансамбле. Так вот загорелся шаг за шагом. Начали меня привлекать. Я сам в Моза в Дагестан. И вот так я начал три года поработав там. По своей предложении от ансамбля Зигинка, в 2005 году я успешно перебрался в ансамбль Зигинка. И по сей день работаю. Что это было за сюжет? Потому что ведь это же прям начало и конец. Это будет целая композиция. Ну, действительно, это так. Вот там и свадебные элементы вы видели, да? Вначале, когда народ собирается, призывает, начинает с песни, правильно? Вы видели это все. И после этого начинается, уже приглашая девочек, давайте покажем наши танцы, вот именно кумикские обряды нашему народу. Вот и начинается, а потом начинается засватание песни. Парень поет для девочки, девочка для парня. И вот отсюда пошло у них отношение. Хорошо, а на бурки кто в конце выезжает? Невесту. Невесту? Возят, да, конечно. Невесту же увозят. Почему? Потому что раньше на стену мы лошадей не можем увезти. Раньше же на лошадях вывозили невесту. А сейчас мы поставили бурку, и на бурки как на тачанке увезли. А почему именно кавказский танец стал такой визитной карточкой не только Кавказа, но и России? Вы знаете, он специфический. Невероятная экспрессия в танцах. Подбор музыки, разнообразие. Каждый танец это рассказ о том или ином народе. Тут Дагестану, конечно, повезло больше всех, потому что мы самая многонациональная республика. И даже внутри одной народности мы черпаем фольклор, мы черпаем хореографию в очень большом количестве. Вот те же аварцы, кумуки внутри этой народности есть много-много разных. Каждое село имеет свои традиции, истоки, имеет свою хореографию. Я был на свадьбе, и попросил маму, чтобы кто-нибудь меня научил. И она сказала, что я знаю преподавателя, ты будешь ходить. Ты на свадьбе увидел и заразился? Я всегда, когда приходил на свадьбу, обращал внимание именно на тех, кто танцует лесгинку. А то, что было остальное, мне особо не нравилось. Пока у меня за спиной есть много здоровья, я хочу получить все знания абсолютно, что есть вообще про лесгинку, вообще, в общем, про танцы, именно кавказские танцы. И потом уже, если Всевышний позволит, я открою школу и буду тоже учить. Ансамбль исполнилось 20 лет. С первого дня он всегда назывался ансамблем Гюнеш. За 20 лет были выпуски. Правда, я сейчас на память очень сложно это все вспомнит. Выпустили очень много детей, очень много поколений. У нас 7 лет обучения, в принципе, чтобы получить свидетельство об окончании этого, достаточно, хотя мы все понимаем, что в хореографии нет такого ограничения, потому что нет предела совершенства. Можно танцевать, можно развиваться. Да, конечно. Коля, давай танцуй. Тихо. Да, 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 да. Вот, вот пару движений надо Николаю знать. Давайте я вам. То есть правая нога. Раз, в луке. Открываем, просто отстанет. Правая нога шагает. Раз, в луке. Не смейтесь. Вот оно быстро. Раз, два, шуток. Отсюда. Ваша ответка. Нет, я не смотрю. Правая нога шагает на месте. Открывайте, сам закрывайте. Сворачиваем ногу назад. Нет, это невозможно. Ты сам-то повторишь. Да я на тебя смотрел просто. Красавчик мой. Красавчик. Да, не, молодец. Это не просто. Это мучится. Это очень. Это мучится долго. Все. Сколько вы тренируетесь? Ну, наш рабочий процесс начинается в 10. Мы заканчиваем где-то к половине второму. Это прям вот тренировки? Конечно. Тренировки. Тренаж. И сначала у нас идет разогрев. Потом небольшой перерыв. И дальше мы уже чистим, работаем наши номера. Чистите, в этом смысле, вот до совершенства доводите? Конечно. Потому что в любом танце все равно есть моменты, где нужно именно оттачивать свои движения. Если мы не будем этого делать, естественно, не будет того, чего вы, например, сегодня увидели. Аккуратнее. Что самое сложное в лесгинке, как вы считаете? Сложного. Не знаю. Году упорных репетиций все будет хорошо. То есть, как у англичан газон, который надо просто поливать и стричь. Да. Поливать и стричь. И так 200 лет. Мы учим движения под разные национальности. То есть, есть лакские движения, есть азербайджанские, также лесгинка сама же. Дальше ставится музыка. И под эту музыку проверяется движение. И, конечно, результат, эти танцы ставятся в общий единый танец, под единую музыку, где танцует уже не только один человек, а также и девочки, и мальчики. В танце человек, он, ну, не один, он должен иметь ответственность за всех. Субтитры сделал DimaTorzok Женская лесгинка – это как рассказ о том, какими были девушки в Дагестане раньше, о традициях. То есть, каждый поворот головы, каждый какой-то взмах руки. Это все какой-то маленький рассказ. Это все, когда зритель смотрит, он просто видит наши традиции, он видит, какой должна быть горянка, что это скромность, что это всегда какое-то достоинство обязательно. То есть, там дистанция между парнем и девушкой. Если в каком-то танце мы показываем нашу пластику, то есть, вот эта горянка, какая она может быть нежная, какая она может быть мягкая, то другой танец, это уже показывает горянку, которая жила где-то высоко в горах, которая умела и делать тяжелую работу тоже, несмотря на то, что она вся такая нежная и плавная. Если было нужно, она и воевать могла пойти наравне с мужчиной. И вот это все мы рассказываем в нашем танце, в том, что мы где-то все прям такие мягкие, посмотришь, кажется, что ой, боже мой, она сейчас сломается. А в другом танце мы выходим, и там уже прям и ногами там что-то чеканим, и руками, и все такие прям вот не подходи, убьет. Сколько длится программа? Час 20, час 30, иначе больше нельзя. Почему? Потому что даже вот иностранцы, вот мы уезжаем за пределы, например, России, да, Америка или Испания, или во Франции разницы нету, больше час 20 не разрешает. Почему? Потому что человек отдыхает, и он этот удовольствие, она должна оставаться внутри, не надоедать, а именно вот это удовольствие оставаться внутри человека, сказать, вот в следующий раз тоже я бы посмотрел этот концерт. Вот так мы немножко голодных оставляем. Да, 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 немножко голодных. Сторон уши, двигай сюда. Да, или да? Да, сейчас первое интервью. Угу. Прям видишь себя уже в будущем звездой экрана? Максим Галкин, уже стареющий, такой седой. Ну, не очень. А что бы хотел? Я бы хотел быть немножко знаменитым. Немножко? То есть, чтобы не очень? Ну, как немножко, ну... Множко. 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 Да. И я хотел бы... Что я хотел бы? Да. Ну, хотел бы знаменитым. Знаменитым именно танцором? Да, знаменитым танцором. А сколько лет ты занимаешься уже? Я занимаюсь пять лет. Пять лет? Танцами. А сейчас тебе сколько? Сейчас мне десять лет. Десять? То есть с пяти лет? Да, я с пяти лет шел на танцы. А это какая-то семейная история? То есть, есть кто-то в семье, кто занимается танцами? Или ты родоначальник? Не, я один занимаюсь танцами. То есть, с тебя все и пойдет. Знаменитый род танцоров. Да. Фамилия твоя? Фамилия... Софтаров. Софтаровых. Понятно. Ну вот. У вас учат преимущественно танцу или есть еще какие-то другие занятия? То есть, про историю танца, про культуру или это только такая физуха? Знаете, у нас Аскер Интиган Азенович, он является нашим руководителем и директором. Я скажу так, что он большой проводник, скажем так, не только в плане танцев он нас обучает, и в воспитательной части он рассказывает, ну, рассказывает и объясняет, говорит очень много вещей, чтобы в первую очередь сделать из нас достойных людей, а потом уже танцоров. Культура самая главная. Ведь без культуры танец тоже, он приобретает другой характер и несет совсем другое. Танец должен нести радость, но не злость. И самая важная культура исполнения. Вот на это надо делать акцент. Иногда выбегают, кричат, орут. Зачем? Этим не надо брать. Надо брать вот именно культуру исполнения, взаимоотношения юноши и девушки в танце. Бывают такие танцоры, к сожалению, которые вот эту экспрессию, они превращают в агрессию. Они, значит, в подземных переходах или открывают, значит, багажник машины с какой-то дурной музыкой. Вы все переживаете мои вопросы. А этот танец должен притягать. А люди шарахаются, люди боятся, их обходят. И почему-то у них какие-то дикие движения. Они не присущи Кавказу. Танец, он, потому что это все равно конкуренция какая-то, да, между национальными с теми. Он разъединяет или объединяет? Как разъединять можно танец? Наоборот, объединяет. Вот, честно говоря, я даже не знаю, какой наций кто. Мне не интересно, какой он. Мне интересно, какой он человек. Вот очень много национальностей у нас. У нас и русские, и евреи, и армяне. Аварцы, Кумеки, и Аргенцы, не считай. Вот это все у нас в коллективе. И мы живем очень дружно, как брат с сестрой. В чем причина такой популярности лесгинки, такой популярности кавказских танцев именно на Кавказе? То есть это же вообще непроходящая мода на них. Такое ощущение, что она даже набирает обороты. В моем понимании, все, что имеет глубокие корни, это всегда на века. То есть это наше достояние, это наше внутреннее состояние души, это мы. Научить этим движениям можно, любого человека можно. А танцевать его так, как танцуем мы, это невозможно. Потому что каждому свое. То есть это наше состояние. Только это мы есть настоящие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok